Приветствую вас, Александр. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Честно говоря, я думаю, что если ваше желание разобраться в ситуации и как-то скорректировать отношения, то не обойтись либо без дополнений, либо без индивидуальной консультации. Но, тем не менее, я отвечу вам. В первом случае я надеюсь просто на то, что вы найдёте способ известить, например, нас, тех, кто вам отвечает, о том, что вы внесли дополнение. На момент записи этого ответа, соответственно, никакого дополнения нет. Я исхожу только из той информации, которую вы написали. Пишите вы следующее, что вы в отношениях 6 лет с девушкой. Вы расстаётесь с ней по своей инициативе и начинаете подавлять свои к ней чувства. Она ведёт себя как человек, у которого чувства к вам есть. И, соответственно, принимает подарки и всякое такое прочее. Спустя некоторое время вы издаётесь, понимаете, что хотите отношения вернуть. Вот. Она принимает ваши подарки. Но на предложение восстановить отношения говорит она, что нет, пути назад не существует. Поэтому вашим друзьям говорит, что гарантии нет, что если она вас встретит, то не сорваться в новые отношения. Вот. Здесь, правда, напрягает это слово, сорваться немножко. Значит, на что я хотел бы обратить ваше внимание, в том числе и в ответ на... В том числе и в качестве обратной связи на ваш вопрос. Ну, первое, не совсем понятно из-за чего вы вообще расстались. Почему была ваша инициатива расстаться, с чего нужно было подавлять чувства свои к ней. Вот. Что изменилось потом, что вы перестали свои чувства подавлять, хотели вернуться как-то... Ну, что совершенно очевидно, что здесь есть проблема, за которую вы, собственно, расстались. Вот. Но об этой проблеме вы ни слова не говорите. И самое важное, что... Ну, на мой взгляд, очевидно, что... Если вы вернётесь с ней, если у вас отношения опять завяжутся, то это не будут отношения с чистого листа, это будут... Это будет продолжение отношений. И те проблемы, которые у вас были, они никуда не исчезнут. Поэтому... Как бы здесь вот... Не совсем понятен ваш мотив. Ну, то есть вернётесь вы их. А причина, по которой вы... Вы ушли, причина, по которой вы отношения завершили, что она исчезнет. Проблема эта уйдёт. Как это вам представляется? Здесь, если честно, я не совсем понимаю. И... Вы сами для себя это постарайтесь как-то вот... Сформулировать, чтобы это было достаточно чётко, понятно. Самое главное, созвучно вашим интересам. Потому что для вас важно. Следующее... Собственно основная проблема, с которой сейчас столкнулась девушка, это то, что вам нельзя доверять. Потому что то вы... То вы расстаётесь. То вы, соответственно, пытаетесь сойти. Она... Вам не доверяет. Она как бы... Ну, не может на вас планировать. То есть вы... Такой вот непостоянный для неё сейчас человек. Это не плохо. Это не обвинение вас. Это просто вот то, как она вам видится. И мне кажется, что во многом это связано с тем, что... Собственно... Не совсем понятно, что с проблемой. Что с причиной, по которой вы ушли. Да. И... Есть ощущение, что вот эта вот перемена мнения... Некоторая такая... Неуверенность в себе. Может быть тревожность, в которой у вас есть. Да. Может быть незнание... Что... Чего вам хочется. Недоверие себе. Ну... Вот это вот то, что... Как бы... Девочке не очень нравится. Вследствие чего. Она... Иногда... Как бы не хочет. Да. Ну и окончательно... Завершить отношения с вами тоже не желает. Вот. При этом... Вот... Как мне показалось... Вот... Слово сорвётся. Я... Обратил на него внимание. Не просто так. Это... В какой-то степени, наверное, говорит о зависимости. То есть, я могу предположить, что... Ваши отношения, когда они были активны, они были немножко созависимы. С планом того, что... У них были страдания. У них была боль. У них были... Была какая-то неудовлетворённость. У них... Была некоторая напряжённость. Вот. Такая вот история. Поэтому... А... Я бы расценил поведение девочки, как... А... А... Предоставление вам возможности... А... Что вы... Эм... Не сомневаетесь в том, что хотите быть... Хотите быть с ней. А это, как вы сами понимаете... Мягко говоря, невозможно. Потому что... Вы сперва расстаётесь. Потом... Вы опять... Хотите быть... Эм... Вместе. Вот. И... Эм... 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 Как-то это, мне кажется... Эм... Выдаёт... Ну, не... Характеризует вас... Эм... К сожалению, как... Эм... Серьёзного... Эм... 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 И... В чем именно вы заботились, в том, любит ли она вас? Смотрите, а с чем связано то, что вам важно, любит ли она вас, а не то, что чувствуете вы к ней? Как это соотносится с тем, что вы, опять же, не расстались? То есть, ну вы же, как бы, расстались. Вот. То есть поймите, я не хочу вас обвинять в чем-то, да, последнее, что я хочу вас обвинять, но здесь просто очень много, на мой взгляд, таких вот достаточно сильных противоречий, которые надо бы поисследовать для того, чтобы, возможно, вам было лучше, чтобы вам было более понятнее, что происходит, чтобы вам было более понятнее, в какую сторону двигаться, куда двигаться. Вот. Потому что сейчас вы, вероятно, не очень отдаете себе в этом отсчет. Вот. Понимаете? Вот. Наверно. 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 Вот так я бы мог вам сейчас ответить. Ну и просто, чтобы, может быть, немного было более понятно, любое расставание – это травма. И расставание с вами, ваш уход был для нее, для вот собственно девушки. В любом случае, травма их как-то была травма и для вас тоже, на мой взгляд. И, соответственно, это травма боли, травма переживаний, ваших случаях еще и травма того, что вам нужно было по какой-то причине свои чувства сдерживать. То есть у нас еще в любом случае имеет место быть стыд, у нас это в любом случае имеет место быть такое обессынивание своего чувства, страх, возможно, этого чувства. Вот. Это все, конечно, очень, очень, очень проблематично, честно говоря. Вот. Поэтому мне кажется, мне кажется, что вот, ну, в первую очередь вам нужно обратить внимание на это, на вот этот момент. А дальше уже смотреть по ситуации, дальше уже смотреть по тому, как будет развиваться ваше осознание себя, ваше осознавание себя, по тому, как вы будете себя чувствовать, по тому, как вы будете себя ощущать, вот и так далее. То есть, ну, понятно, что, как бы, понятно, что, скорее всего, это не конец. То есть, понятно, что, ну, в том смысле, понятно, что, скорее всего, ну, вы еще так или иначе пересечиваете, это понятно. Вот. Вот. Это понятно. Вопрос, конечно, только в том, вот, как это будет, да? То есть, вот, ну, в каком ключе это будет, в каком контексте происходит, это произойдет, чтобы, вот, пересечивать, с, э, с, ну, ну, с ней. Вот. Это, вот, мне кажется, ну, важно достаточно. И дальше уже можно будет, э, о чем-то говорить. Дальше уже можно, можно будет, э, что-то вам рекомендовать, что-то, что-то вам, ну, советовать, да, и как-то помогать вам, э, больше двигаться. Вот. А, вы делали, вот, то, что, мне кажется, имело бы смысл сделать, естественно, это только мое мнение. Мнение, да? Вот. Но, в идеале, мне кажется, что было бы здорово, если бы, э, вы, э, проговорили бы. Э, э, ну, как бы, вот, может быть, через психолога, да, то есть, как-то, вот, э, поговорили бы с, э, о, о ней, вот. И, может быть, тогда у вас получилось бы, что-то для себя прояснить. Ну, повторюсь, э, мне кажется, что, э, ключевая, э, сложность здесь, это, э, ваша неопределенность, ваша не, э, чёткость, э, э, не чёткость, э, э, какого-то, вот, э, знания, какого-то понимания того, куда вы хотите двигаться. Это некая такая, знаете, противоречивость, противоречивость, скажем так. Вот. И это то, что может, ну, дискредитировать, дискредитировать вас, это то, что может, э, э, девушка, это то, что может, э, э, на корню убивать, э, э, возможность, э, быть, э, с вами, э, ну, ну, в отношениях, э, вот, потому что, ну, э, сложно, тяжело, практически невозможно, э, э, находиться, э, там, где есть некоторая нестабильность, напряженность и так далее. Вот. Я, по-сему, э, э, вот, он так бы, он так бы мог ответить, э, вам на ваш вопрос. Вот. Вот. Сейчас я его ещё раз просто прочитаю. Значит. Как рассказал по моей инициативе, я за последние два года на партнер, я там запяталась в обновлении отношений, я так отказывал. Вот. То, что, э, какая-то у вас позиция была, э, вот, значит, глушил себе чувство, полагалось так быть правильно. А, что изменилось, э, потом, что правильно, почему правильно, чем правильно, как бы. То есть это вот, э, то, что, ну, непонятно, вот, сейчас, да. То есть информация, ну, э, её не хватает, вот, короче говоря, в том, что, э, ведь наша задача, наверное, не в том, я надеюсь, надеюсь, заключается, чтобы помочь вам, э, 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 вернуть отношения. А наша задача, э, заключается в том, чтобы помочь вам разобраться с себя, вот, и, если вы хотите с себя разобраться, ну, мы, мы поможем, если вы хотите с себя разобраться, но, для этого нужно больше, больше информации, вот, это совершенно точно. Ну, вот, сейчас этой информации, ну, практически нет. Дальше, э, так, вначале у вас не сдался, однако, на мою прямую, ну, вот, то есть, как бы, вот ощущение, да, что вы, вы не отпускаете её до конца, и в то же время не даёте полностью подсчитывать, что готовы с ней в отношениях быть. Представляете, там основной роль играет проблема. Вот. Поэтому, вот, на эти вещи обратите, пожалуйста, внимание. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это может послужить вам началом работы над собой. Желаю всего всего самого доброго и удачи.